Добрый день, глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги. Разрешите высказать слова благодарности за предоставленную возможность выступать на столь масштабном онкологическом событии года. Говоря о раке молочной железы, я думаю, практически все из нас в первую очередь думают о женщине. И как-то несколько в стороне остаются мужчины, которые, как оказывается, тоже страдают данным заболеванием, а значит, возможно, нуждаются в особых подходах в диагностике и лечении данного заболевания. В своем докладе я попробую ответить на вопрос, существуют ли какие-то гендерные различия рака молочной железы, и можем ли между раком молочной железы мужчин и женщин поставить смело знак равенства. Основные проблемы связаны с тем, что рак молочной железы у мужчин является редким заболеванием, следовательно, проведение рандомизированных клинических исследований затруднено, и в основном те подходы как в диагностике, так и в лечении этого заболевания у мужчин мы взаимствуем из результатов исследований, которые на сегодняшний день проведены у женщин. Эпидемиология. 1% в структуре рака молочной железы на оба пола, 1,1% из всех случаев злокачественных опухолей у мужчин, ежегодный темп прироста заболеваемости примерно 1%, и пожизненный риск возникновения рака молочной железы составляет 1 случай на 1000 человек. Начав разговор о гендерных различиях рака молочной железы, складывается впечатление, что, казалось бы, эти гендерные различия начинаются уже с самого определения понятия, что такое молочная железа. На сегодняшний день достаточно часто мы употребляем термин «грудная железа», и хотелось бы посмотреть, действительно ли это правомерно, возможно, и нет. В январе 2018 года в журнале Men's Health вышла статья, в названии которой, как лозунг, звучала фраза «Guys don't have breasts» – «У парней нет молочных желез». В данной статье проводился опрос молодых мужчин, у которых выявлена мутация гена Берсей, как они сами оценивали свою ситуацию, воспринимали свое тело. Вот большинство мужчин говорили о том, что они не воспринимают, что у них есть молочная железа, и правильнее употреблять термин «грудь». На данном слайде представлена цитата одного из высказывающихся молодых людей. Таким образом, сами пациенты и сами мужчины не идентифицируют у себя такой орган, как молочная железа. Если говорить о функциях молочной железы, есть ли они у мужчины? Да, конечно, о лактации речи не идет, ну и вряд ли, что развитая железистая ткань, как представлено на фотографии ниже, может добавлять эстетику мужскому телу либо доставлять какое-то сексуальное удовлетворение женщине, ну и тем более мужчине. С позиции морфологии. Если здесь какие-то различия, на данном слайде представлено крупное руководство гистология для патоморфологов, и есть сходства и отличия. Сходство состоит в том, что молочная железа, да, состоит из железистых эпителиальных элементов, окруженных стромой. Строма представлена коллагеном и жировой тканью, однако есть отличия. Основное отличие их три. Первое, эпителиальные элементы мужской молочной железы, состоит из протоков без формирования долек, хотя единичной дольки могут быть отсутствие связочного аппарата Купера, и третье, скудное количество или практически отсутствие междольковой соединительной ткани. Таким образом, можно сказать, что анатомо-функционально молочная железа у мужчин и женщин имеет гендерные различия, а значит, в принципе, можно обсуждать вопрос о том, что терминологически, возможно, и стоит их называть по-разному. Однако, даже если мы называем их молочной железой, эта ошибка не будет, поскольку морфологические сходства намного значимы, нежели различия. Факторы риска – основные четыре группы. Хотелось бы обратить внимание на генетические факторы. Мутация генов BRCA1-2, и в отличие от женщин, для рака молочной железы более склонна наличие мутации гена BRCA2. Также гендерспецифическими факторами риска являются эндокринные, гинекомастия, ожирение, тестикулярная недостаточность, архитопедемия и синдром Клейнфельтера. Касательно гинекомастии рака молочной железы, цитата из крупнейшего руководства по патоморфологии молочной железы Розена говорит о том, что вероятность существования рака молочной железы в гинекомастии обусловлена тем, что данные состояния взаимосвязаны одним или более общими предрасполагающими факторами. И имеющиеся на сегодняшний день данные полагают, что гинекомастия все-таки не может рассматриваться как предопухолевый процесс, и эпителиальная гиперплазия при гинекомастии не является промежуточным этапом развития рака молочной железы. Таким образом, это просто фоновый процесс, на котором мы можем выявить злокачественную опухоль молочной железы. Распределение по стадиям. Можно сформулировать таким правилом, как high age, high stage, то есть заболевание у мужчин выявляется на более поздней стадии, это порядка 50% в третьей-четвертой стадии, и в более позднем возрасте. Расхождение женщинами примерно на 5-10 лет, 67 лет средний возраст у мужчин по сравнению с 62 годами у женщин. И отмечается раннее вовлечение грудной стенки, вовлечение соска и орелы. И некоторые авторы даже высказывают предположение, что возможно, ввиду того, что анатомически молочная железа все-таки отличается по размеру и по вовлечению грудной стенки соска и орелы, возможно, в классификации ТНМ необходимо делать какие-то сноски и оговорки, когда мы классифицируем рак молочной железы именно у мужчин. По степени злокачественности в основном преобладают умеренно дифференцированные опухоли. По гистологическому по типу абсолютное большинство инвазивный протоковый рак. Единичные проценты инвазивный дольковый, папиллярный, эмуцинозный наиболее часто из остальных по типу встречаются. Хотелось бы отметить низкую частоту инвазивного долькового рака не более 2% у мужчин по сравнению с женщинами, тогда как у них частота инвазивного долькового составляет до 15%. Обусловлено это тем, что в молочной железе у мужчин типично отсутствуют терминальные дольки. И если в случае, если они единично присутствуют, это обуславливает невеликий процент инвазивного долькового рака. По молекулярному профилю также выраженные гендерные различия отмечаются. У мужчин преобладание гормонозависимых опухолей, в частности, люминального апотипа. Практически мы не видим чисто хердва экспрессирующих опухолей. Единичные случаи трижды негативных. Таким образом, по молекулярно-биологическим свойствам можно утверждать, что рак молочной железы у мужчин подобен постменопаузальному раку молочной железы у женщин. Диагностические подходы. Принципиальных каких-то рекомендаций именно для мужчин нет. Выполняется маммографическое исследование, выполняется ультразвуковое исследование. Чувствительность маммографии достигает 92%, специфичность порядка 90%. Чаще локализация в субариолярные области, однако авторы отмечают, что кальцинаты, которые могут иметь признаки, так скажем, злокачественности у мужчин, для женщин это может быть признак доброкачественного процесса, на что следует обратить внимание. И также рекомендуют обращать внимание на кисты мужской молочной железы, поскольку за сложными кистами может скрываться внутрикистозный папиллярный рак, который характерен для мужчин. МРТ молочных желез не имеется каких-то принципиальных отличий, выявляется узел неправильной формы с нечеткими краями, гетерогенной внутренней структурой, характерно быстрое накопление и вымывание контраста. При воспалительной диффузной отечной фильтративной форме также мы выявляем диффузное поражение молочной железы, утолщение кожи. В общем-то здесь каких-то значимых гендерных отличий нет. Дифференциальный диагноз мы проводим с гинекомастией, с рядом доброкачественных опухолей. Следует дифференцировать метастатические опухоли в молочную железу у мужчины в 5-6 раз. Реже у мужчин в сравнении с женщинами такое встречается. И чаще метастазирует меланома, рак предстательной железы, легких и толстой кишки. Перейдем к хирургическому лечению. Перед нами фотография, наверное, типичного мужчину, который страдает раком молочной железы пожилого возраста. Какие варианты мы можем ему предложить. В отношении объема вмешательства на молочной железе на сегодняшний день золотым стандартом является модифицированная радикальная мастектомия, то есть удаление ткани молочной железы с сохранением обеих грудных мышц. Также в ряде случаев выполняется радикальная мастектомия, которая дополняется удалением большой и малой грудной мышцы, и простая мастектомия, когда удаляется только ткань молочной железы без сепаровки лоскутов. Если, опять же, проводить гендерные различия, на сегодняшний день органосохраняющее лечение уже является стандартом лечения ранних, хирургическим лечением ранних форм раком молочной железы у женщин. Можем ли мы пациентам предложить биопсию сигнальных лимфоузлов, возможно, даже какие-то варианты реконструкции? Попробуем ответить на данный вопрос. В отношении биопсии сигнальных лимфоузлов единственное исследование, которое было посвящено только данной проблеме, удалось найти достаточно свежее, 2018 года, включено 21 мужчин, 18 месяцев в период наблюдения, 15 выполнено биопсией сигнальных лимфоузлов, из них в 9 случаях по срочному метастазу подтверждены, у 6 пациентов сигнальные лимфоузлы без метастазов. Авторы исследования делают вывод о том, что биопсия сигнальных лимфоузлов у мужчин является легко воспроизводимым, полезным, безопасным и надежным методом, который может позволить избежать ненужного экстенсивного вмешательства на подмышечной зоне и тем самым предотвращает появление нежелательных эффектов. В отношении органосохраняющего лечения спорные данные при ранних стадиях не являются общепризнанным методом сравнения с женщинами. Частота органосохраняющих операций при первой стадии по данным литературы не превышает 15-18%. В каких случаях мы можем предложить органосохраняющую операцию? Это возможно пожилым пациентам с выраженной сопутствующей патологией при наличии выраженной гинекомастии и небольших размеров опухоли. При наличии противопоказаний для лучевой терапии отказ от органосохраняющей операции. Ну, в общем-то, тут, конечно, нужно обсуждать, потому что более косметически приемлемым, наверное, предложить такому пациенту выполнить биолатеральную подкожную мастектомию и удалить помимо злокачественной опухоли еще и двустороннюю билатеральную гинекомастию. В отношении реконструкции. Единственный случай опубликован по реконструкции, если только мы и можем что-то предложить, то не более как реконструкцию сосково-ареолярного комплекса. Мужчина 47 лет, интродуктальная карцинома после секторальной резекции, выполняется мастектомия слева с биопсией сигнальных, окончательно первая А-стадия. Пациенту также делается контрлатеральная липосакция с удалением железистой ткани. Адюантное лечение пациент рекомендует, тамоксифен пациент отказывается и спустя 4 месяца обращается за восстановлением сосково-ареолярного комплекса. Ареола реконструируется с использованием кожи и псилатерального паха, а сосок с использованием местного кожного воскута. На данный момент без признаков прогрессирования. Таким образом, стандартным хирургическим лечением у мужчин остается мастектомия с биопсией сигнальных лимфатических узлов или подмышечной лимфодисекцией и симметризирующей операции на контрлатеральной молочной железе с целью удаления гинекомости. Обусловлено это онкологической безопасностью и наиболее приемлемым косметическим результатом. Следующий вопрос касательно местного лечения – лучевая терапия. Крупное исследование в 2018 году было опубликовано, включая 29 растроспективных исследований, в каждом из которых должно было быть включено не менее 40 больных. Период наблюдения с 1984 по 2017 год включено всего чуть более 10 тысяч пациентов. Статистически достоверно было показано, что да, лучевая терапия улучшает безрецидивный период. Локорегионарный контроль в шести исследованиях улучшается, общая выживаемость в трех, без метастатическая, только в одном исследовании. На базе нашего центра в 2015 году проходило также исследование, где было показано, что послеоперационная лучевая терапия у мужчин с поражением подмышечных лимфатических узлов достоверно улучшала показатели безрецидивной выживаемости в сравнении с больными категорией Н0, где лучевая терапия не оказывала никакого эффекта. Таким образом, единственным на сегодняшний день аргументом и показанием для назначения послеоперационной лучевой терапии является наличие метастазов в акселярные лимфоузлы. У группы пациентов Н0 адювантная лучевая терапия может быть предложена, однако каких-то аргументов у категории Н0 на сегодняшний день четко не прописано. Они могут иметь место, но не поддерживаются и не имеют под собой доказательной базы. Химиотерапия. Нет рандомизированных исследований по химиотерапии, включавших мужчин. Нет специфических для мужчин факторов плохого прогноза и химиотерапию мужчинам мы назначаем также, исходя из факторов прогноза у женщин. Это поражение подмышечных лимфатических узлов, позитивный статус HR2, отсутствие экспрессии гормональных рецепторов. Исследование его выбрал, поскольку это исследование в литературе с самым большим периодом наблюдения. Чуть выше 20 лет 31 пациент включен, выполнялась пациентом всем мастектомия. Пораженные подмышечные лимфоузлы, по данным гистологического исследования, пациенты получали 12 циклов одевантной полихимиотерапии по схеме СМФ. Выживаемость улучшалась. Вывод в данном исследовании авторы делают о том, что одевантная химиотерапия может быть полезна при раке молочно-железовым мужчин категории Н0. Да, есть небольшие работы, включающие порядка 30 пациентов по использованию атеронциклин, содержащих схем, где статистической достоверности не получено, однако тенденция к улучшению есть. Эндокринотерапия. Опять же, какие здесь есть возможные варианты? Это терапия антиэстрогенами, ингибиторами ароматазы, возможно использование аналогов гонотропин релизин гормонов, возможно в комбинации с ингибиторами ароматазы. Попробуем разобраться, что есть здесь. Много достаточно исследований опубликованных, начиная с 90-х годов и по сегодняшний день по эффективности тамоксифен у мужчин. Безметастатическая выживаемость, 10-летняя общая, 5-летняя безрецидивная выжимаемость. Во всех исследованиях было показано, что тамоксифен улучшал отдалённые результаты лечения рака молочной железы у мужчин. И по сей день тамоксифен остаётся золотым стандартом эндокринотерапии рака молочной железы. Если говорить об ингибиторах ароматазы, единичные работы есть, однако следует обратить внимание, что порядка 20% составляет тестикулярный эстроген. И когда мы назначаем ингибиторы ароматазы в монорежиме, они могут не работать в связи с тем, что не подавляется тестикулярная функция эстрогенов. Поэтому авторы говорят о том, что если мы приняли решение назначения ингибиторов ароматазы мужчинам, то мы должны их назначать только в комбинации с аналогами гонадотропин, релизинг гормонов. В противном случае эффективность может быть, но эффективность может быть низкой. В литературе опубликованы работы по оценке роли прогностических моделей у мужчин. 166 пациентов было включено, период наблюдения порядка 5 лет, оценивалась 5-летняя выживаемость. Статистически достоверных данных при сравнении группы хорошего и умеренного прогноза не получено, однако при сравнении группы хорошего и плохого прогноза, да, такие данные есть. Использовался морфометрический прогностический индекс, натингемский прогностический индекс, одевант онлайн и предикт. И авторы делают вывод о том, что в принципе такие прогностические модели могут быть рассмотрены для оценки прогноза рака молочной железы у мужчин, хотя, конечно, ввиду малочисленности это нуждается еще в дальнейшем изучении. Прогноз рака молочной железы, исследование 2007 года показало, что мужчины живут меньше, чем женщины, продаленные результаты у них хуже. Однако есть ряд работ, которые достаточно, работы давно проводились, которые говорят о том, что при стратификации мужчин по возрасту и стадии мы не получаем гендерных различий в показателях выживаемости. В связи с этим была найдена работа, 2018 года она опубликована, анализ банных данных СИИР, период с 1998 по 2007 год пациентов были включены категории Т1-2, Н0-1, М0. Всего 1111 мужчин и 2151 женщина и 97 месяцев период наблюдения. Общая выживаемость у мужчин достоверно хуже, чем у женщин. Общая выживаемость при эстроген негативном раке молочной железы. Статистически достоверных различий не было получено. Общая выживаемость эстроген положительного рака молочной железы. Прошу обратить внимание, очень интересные здесь данные. Статистически достоверно, что эстроген положительный рак молочной железы при эстроген положительном у мужчин отдаленные результаты хуже в сравнении с женщинами. И в сравнении общей выживаемости эстроген-негативного и эстроген-положительного рака молочной железы у мужчин. Также очень интересно, что эстроген-положительный рак молочной железы обладал худшими результатами, чем эстроген-негативный. Авторы четкого ответа на этот вопрос не дают, как гипотезу высказывают предположение, что, возможно, на сегодняшний день мы не знаем, как четко лечить гормональный рак молочной железы. Возможно, есть группа пациентов, которые более ответили бы на ингибиторы ароматазы. Поэтому сложно. Плюс возраст, который сам по себе также обладает худшим прогнозом. Относительно наблюдения за мужчинами, которые получили лечение. Скрининговая маммография нецелесообразна ввиду редкости данной опухоли. Нет рекомендаций в литературе по наблюдению мужчин, которые являются носителями мутации Берсея. Такие мужчины, которые не просто подвергаются, по большому счету, ежегодным осмотрам. При лечении аналогами гонадотропинкрелизин гормонов показана денситометрия до начала приема и затем каждые два года. И также имеются данные о применении препарата венлофоксин для профилактики приливов при приеме тамоксфена и аналогов гонадотропинкрелизин гормона. Этот препарат относится к группе антидепрессантов из блокатора обратного захвата серотонина. Однако в Российской Федерации в инструкции к этому препарату нет показания, то, которое указано здесь. Поэтому применение такого препарата в России затруднительно, хотя за рубежом такой препарат назначается. Какие на сегодняшний день есть перспективы? Продолжается набор в межнациональную программу по изучению рака молочной железы, анализ образцов опухолей 1400 мужчин. На данный момент изучается секвенирование РНК. Продолжается сейчас исследование по эффективности и безопасности Сивитера Нелла. Это пероральный селективный ингибитор СИП-17-лиазы и блокатор андрогеновых рецепторов. Также крупное исследование было начато, в которое планируется включить 1800 мужчин с периодом наблюдения 10 лет. Конечными точками будет являться безрецидивный период, общая выживаемость, время до второй первичной опухоли. Результаты ожидаются не ранее 2027 года. Также на сегодняшний день включено уже 55 мужчин в исследование, которое было инициировано исследовательской группой в Германии. Три рукава. В первом пациенты получают томоксивен, во втором томоксивен в комбинации с аналогами гонадотропин-клезингормона и третий рукав ингибитор ароматаза и ксамистан в комбинации с аналогом гонадотропин-клезингормона препаратом газирелин или липрелелин. На сегодняшний день результатов нет, набор еще продолжается, пока только 55 пациентов, хотя результаты были бы интересны. Для того, чтобы улучшить наше понимание и улучшить результаты лечения рака молочной железы мужчин, наравне с женщинами необходимо активно включать в клинические исследования по раку молочной железы и выделять их в отдельную группу. Приверженность именно к таким исследованиям позволит в дальнейшем улучшить результаты лечения данной патологии. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ